всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео я хочу показать как связать вот такой вот очень плотный рельефный узор спицами вот так вот он выглядит с лицевой сторонке и вот так выглядит его изнаночная сторона узора получается очень очень плотный отлично подойдет для вязания аксессуаров зимних шапок шарфов варежек снуд можно связать для вязания каких-то крупных вещей я что-то типа кардигана свитера джемпера я бы наверно его не рекомендовала так как узора потребует значительного расхода пряжи он увеличивается потому что как бы вяжется как двойной что ли сейчас сами все увидите я вам покажу для вязания этого узора вам необходимо набрать нечетное количество петель вот здесь вот я набрала 11 петелек давайте покажу как он вяжется первую кромочную петельку мы снимаем затем между первой и второй петелькой нам нужно вытянуть петлю я вставляю правую спицу между петельками и вытягиваю петлю следующую петлю провязать лицевой затем опять между первой и второй петелькой нужно вытянуть петлю вставляем спицу между петельками и вытягиваем следующую вяжем лицевой опять между первой и второй нам нужно вытянуть петельку следующую вяжем лицевой опять между первой и второй вытягиваем петлю следующую петлю провязываем лицевой и так мы вяжем до конца первого ряда вот у меня осталось две петли мы вытягиваем петлю провязываем лицевую и последнюю кромочную провязываем изнаночной все мы закончили первый ряд разворачиваем работу и сейчас будем вязать второй ряд кромочную петельку снимаю дальше мы вяжем нам нужно вот эту вот петельку снять мы провязываем одну лицевую следующую петлю снимаем не провязывая нить перед работой опять лицевая петельку снимаем нить перед работой лицевая петлю снимаем не провязывая нить перед работой и так чередуем и до конца ряда видите у нас было 11 петель а сейчас можно сказать это количество удвоилось вот поэтому и расход пряжа у этого узора будет повышенный в конце петлю сняли не провязывая и кромочная петля вяжем третий ряд в третьем ряду мы вяжем по 2 петельки вместе за заднюю стенку вот у нас это две петли мы провязываем их 2 вместе за заднюю стенку то есть переходим к нашему исходному количество петель и вот уже плотный получается он как бы из двух петель состоит одна и вторая мы провязываем его 2 вместе поэтому плотные получается последнюю и кромочная петля вот так у нас сейчас смотрится вот у нас 3 6 9 10 11 11 петель как изначально набирали переворачиваем вязание и сейчас будем вязать четвертый ряд четвертый ряд вяжется просто кромочную петельку снимаем все остальные петли мы вяжем просто лицевыми вяжем лицевыми до конца ряда последнюю кромочную петельку мы провяжем изнаночной петлей все вот так вот узор у нас получается вяжется он не сложно ну вот говорю расход пряжи значительно больше так он выглядит еще разочек покажу все на этом у меня сегодня все надеюсь видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал если остались какие-то вопросы задавайте их в комментариях всем пока